Абинцовский округ готов к 30-ти градусным морозам и снегопаду, который синоптики прогнозируют на ближайшие несколько суток. Экстренно реагировать будут 49 аварийных бригад. Андрей Иванов дал поручение мобилизировать все ресурсы. Мы действительно будем убирать и ночью, и утром, и вечером. Это работа на износ. И я видел, как трудятся наши уборщики территории. Это адский труд. Особенно, когда убираешь, постоянно падает снег, и через полчаса опять все завалено. Это и психологически сложно. То есть такая работа в бесконечность. Поэтому со всеми, кто будет задействован, проведите отдельную, продумайте систему мотивации на вот такие аномальные условия работы. Глава муниципалитета подчеркнул, что в период резкого похолодания необходимо держать под особым контролем системы жизнеобеспечения, газа и электроснабжения, подачу воды и тепла. Для борьбы со снегопадом коммунальщики арендуют дополнительную технику и привлекают рабочий персонал. В штате на эти снегопады у нас запланирован выход 473 уборщиков территории. Соответственно, и с учетом привлечения дополнительной техники, 218 единиц коммунальной уборочной техники и 68 единиц малой механизации. ПГМ заглотовлен в полном объеме, 100% у нас на складе. На сегодняшний день остаток 12 тысяч тонн. То есть мы оснащены полом. Еще один пункт повестки – работа системы «Безопасный регион». Благодаря камерам видеонаблюдения в нынешнем году раскрыто 87 преступлений, выявлено около 400 нарушений правил дорожного движения и зафиксировано более 600 административных правонарушений. Один из примеров удалось задержать жительницу Одинцова, которая отважилась сделать надпись на стене административного здания в центре города. Правоохранители установили весь путь ее исследования по данным камер видеонаблюдения, расположенных на улице, в общественном транспорте и подъездах. Еще раз хочу довести до всех вандалов, хулиганов и иных правонарушителей о том, что сетка покрытия у нас максимальная. Никто не уйдет от системы «Безопасный регион», соответственно, никто не уйдет от наказания. Участники рабочей встречи проанализировали организацию контроля питания детей в образовательных учреждениях. За качеством следит и Роспотребнадзор, и члены общественной палаты, и управление образования, и родители. Санитарные нормы, исправность технологического оборудования и сам рацион питания можно ежедневно отслеживать в мобильном приложении проверки Подмосковья. Более того, можно даже протестировать качество приготовления еды, очно посетив школу. В комиссию может войти каждый родитель. Комиссия родительского контроля длины полномочиями оценки и рациона, и качество представленных в школе блюд и соответствует ежедневному меню, которое вывешено в пищеблоке. В ближайшие три года по государственной программе в округе будет создано около 5000 школьных мест. Наряду с этим выездная администрация проанализировала заявки жителей в добродел и обращения в социальных сетях. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.